Неудивительно, что он мог совершить много великих дел, потому что по-настоящему любил людей. Те, кто любят людей, они ожидают только того, чтобы принимать любовь от кого-то. Когда ты знаешь, что любим Богом, ты способен любить людей на более высоком уровне. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно, Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Что-то движет нами в этом году. Кто-то уже ведёт вас. Вы уже ставите перед собой цели. Кто из вас уже ставил цели в этом году? Я вдруг понял, что эти цели куда-то приходят. Под нашими желаниями сбросить вес, регулярно читать Библию, вернуться в колледж, выучить иностранный язык или научиться играть на инструменте, скрывается мотивация. Сегодня в проповеди мы попробуем копнуть в глубину нашей мотивации на этот год. Если не любовь наша мотивация, тогда кто или что подталкивает вас делать то, что вы делаете? Мне нравится первый стих, первое послание к коринфянам. Поблагодарим Господа за его слово. И он говорит, «Достигайте любви». «Достигайте». В другом переводе «Следуйте путём любви». В новом живом переводе «Любовь добудет вашей высшей целью». Если у вас есть цели на этот год, как, например, сбросить лишние килограммы, прийти в форму, я хочу посещать спортзал, заниматься спортом. В этом году я ставлю цель сделать определённые вещи для церкви. Но он говорит, «Любовь добудет вашей высшей целью». Пусть любовь будет в самом верхнем списке. Зная много пасторов, а также анализируя своё сердце, я могу сделать вывод, что можно ставить добрые цели, но с неправильной мотивацией. Многие люди ставят цели роста в их жизни с целью соперничества. Я хочу быть лучше их. Мы должны стать лучше их. Мы можем их обставить. Будучи ребёнком, я всегда хотел быть лучше, чем мой брат Джон. У нас разница всего в 13 месяцев. Между нами всегда присутствовало соревнование. Мы играли в футбол, баскетбол и другие игры, и желание победить его было чем-то чистым, исходящее из моей любви к брату. И я начал понимать, что в этом что-то есть нездоровое. Ведь ты можешь завоевать весь мир в этом году. Можешь сбросить вес, заработать все деньги, которые поставил себе за цель. Можешь съездить в отпуск, в те места, о которых мечтал. Но что толку, если ты потеряешь свою душу, пока мы не научимся позволять любви нас вести, все наши цели, немотивированные любовью, не позволят нам произвести плоды Духа Святого в нашей жизни. Любовь — наилучшая цель. Кто или что ведёт вас в этом году? Я считаю, что причина того, что мы не удовлетворены в жизни, несчастны и пусты внутри, в основном исходит из того, что мы мало любим. Мы не любим себя такими, какими создал нас Бог. Недостаточно любим людей вокруг нас, принимая любовь Бога к нам. Причина этому — мы не думаем о себе так, как думает о нас Бог. У нас заниженная самооценка. Мы смотрим в зеркало, и нам не нравится то, что мы видим. Но почему я круглоносый? Мне бы лучше другую форму лица. Мне бы больше. Хотя, скорее всего, больше. Мне бы другой тип личности. Я бы хотел быть экстравертом и вечно всем восхищаться. А мне бы, наоборот, быть чуток бы поспокойнее. Хотел бы я быть более кротким и тихим с людьми. Мы постоянно хотим быть кем-то другим. Мы себе не нравимся. И каждый раз принижаем то, какими создал вас Бог. Возлюбленный ученик Иоанн был захвачен темой любви. Он называл себя учеником, которого любил Иисус. В Евангелии от Иоанна он четыре раза называет себя учеником, которого любил Иисус. Иоанн постоянно говорил о том, как сильно он любим Иисусом. Неудивительно, что он смог совершить много великих дел в своей жизни, потому что по-настоящему любил людей. Те, кто любит людей, они ожидают только того, чтобы принимать любовь от других. Когда ты знаешь, что любим Богом, ты способен любить людей на более высоком уровне, действовать на другом уровне и поить по жизни, как того хочет Бог. Вы рождены жить на более высоком уровне, но враг, он использует ваш страх. Он хочет держать вас внизу, хочет, чтобы мы стремились заслужить Божью любовь. Павел писал в Ефесянам, глава 3 стих 17, «Молюсь о том, чтобы вы были утверждены и укреплены в любви Божьей, чтобы вы познали всю долготу и широту, глубину и высоту Божьей любви к вам». Иоанна, глава 4, «О нелюбящий не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Он сам есть любовь. 1 Коринфянам, глава 13 стих 13, «И пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Итак, мы поняли, любовь больше всего. Любовь должна вести нас по жизни. Но как этого добиться? Как избавиться от страха, от боязни провалиться, если мы пробуем что-то новое? Как избавиться от соперничества, зависти и сравнения? Как избавиться от низкой самооценки? Как не перейти от неправильных мотивов к правильным? Не впечатлять людей, а стремиться принести Богу славу? Как это сделать? Спасибо, что спросили. Первый шаг, чтобы позволить любви вас вести, это позволить любви войти в вас. То есть принять Божью любовь внутрь себя. Для того, чтобы позволить любви меня вести, я должен принять Божью любовь. Один человек в Библии страстно желал произвести впечатление на Бога. Он пришел к Иисусу и сказал, «Я лучший христианин в моей церкви. Я послушан во всем и исправно соблюдаю все Божьи заповеди. И у меня вопрос, какая наибольшая заповедь по твоему мнению, потому что я люблю их все?» Иисус ответил, «Приятель, все сводится к тому, чтобы ты любил Господа Бога всем сердцем, душой, разумением и крепостью». Парень обрадовался, «Я как раз люблю Бога, как великий Бог, и я люблю Его». О да, я люблю Бога. Иисус сказал, «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Пол, я хотел бы список шагов, которые я должен сделать, чтобы мне применить это слово дома и на моем рабочем месте. Мне нужны конкретные методы, что делать. Ты имеешь в виду, что я должен любить людей, которые оскорбили мои чувства, и ладить с теми, кто мне грубит. Ты имеешь в виду, что в этом году моя наивысшая цель не похудеть, но любить тех, кого я ненавижу. Да, я уверяю вас, что в Божьих глазах наивысшая цель для вас в этом году не прочесть Библию от Бытия до Откровения. Я вижу, вы напряглись, но как же важность слова Божьего. Конечно, это важно, но важнее всего не знание о любовь. Павел сказал, что знания упразднятся, но любовь Божья пребудет и так, что ведет вас в этом году. Чему вы позволяете войти в свое сердце, что движет вами в этом году? В Евангелии от Луки, глава 10, стих 38, мы читаем о двух сестрах, Марии и Марфе. Здесь говорится, что Марфа была очень занята. Она делала столько всего для Бога, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала Его. Это сильно возмутило Марфу. Она подошла к Иисусу и сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». На что Иисус ответил, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Я хочу сказать вам сегодня, церковь, ты заботишься и суетишься о многом. Тебя много отвлекает от главного. Но в вечности все это утратит всякий смысл. Иисус сказал, «А одно только нужно». Скажите одно, что именно? Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее никогда. Мария сидела и принимала любовь Спасителя. Она даже не читала в этот момент Свитки Исаии, не заучивала местописание. Она просто принимала любовь Спасителя. Что если каждое утро просыпаясь, вы посвятите пять минут на размышления и провозглашение того, что «Я любим Богом сегодня. Я буду жить с пониманием того, что я любим. Я не буду нуждаться в принятии одобрения. Я уже принят Богом. Я давно устроен. Благодарю тебя, Бог, что я имею разум Христов. Я надеваю шлем спасения. Я любим в твоих мыслях. Господь, я благодарю тебя, что любовь является мотивом моих слов. Когда меня подозревают на дороге или задевают мои чувства, я благодарю тебя, что сегодня любовь будет вести мои уста. Я буду смотреть на людей глазами любви, потому что во мне говорят слова любви. Мои действия будут мотивированы любовью. Что если наивысшая цель в этом году — это любовь? Что если будет вас вести в этом году любовь? И не просто любовь, а любовь, исходящая от Бога. Это любовь без условий. Для этого нам нужно принимать Божью любовь. А что мешает мне принимать Божью любовь? Я чувствую, что я должен заслужить ее. Как будто для начала мне нужно пройти кастинг. Я помню, как я проходил на отбор музыкантов для школьного ансамбля, для группы прославления молодежной группы. Я так и не прошел. Я четыре раза проходил отбор. Я сильно расстраивался. При этом лидер прославления моя сестра. Я говорил, Руфь, я твоя плоть и кровь. Пусти меня в группу. Она отвечала, прости, ты недостаточно хорош. И она была права. Каждый день мы думаем, я недостаточно хорош. Мне еще нужно заслужить Божью любовь и одобрение. Нужно поднапрячься, чтобы заработать принятие Богом. А пока мы так думаем, мы всегда будем чувствовать себя недостойными. Мы всегда будем как на качеле вверх-вниз. И это заставляет нас самих относиться к людям с лицеприятием, держать их на расстоянии и не впускать их в свою жизнь. Когда другие оступаются, падают мимо цели, мы возмущаемся, потому что сами постоянно как на качелях. Нам нужно научиться принимать Божью любовь, позволить Божьей любви омыть наше сердце разум. Когда я впускаю в сердце Божью любовь, я начинаю жить с уверенностью в том, что я тот, кем Бог сотворил меня, и это придает мне смелости. Думаю, в мире было бы меньше ненависти, жестокости и безумных ситуаций, если бы любовь стала нашей наивысшей целью, не заработать кучу денег, но позволить любви вести нас. Не наш огромный багаж знаний изменит мир, вокруг нас изменит этот мир. Миру не нужны больше суперзвезды, миру нужны суперсердца, преображенные Божьей любовью. Какой толк от того, что ты водишь модное авто, живешь в большом доме и зарабатываешь миллиарды, если ты не любишь свою семью и даже самого себя? Я не способен любить вас, если не люблю себя. Люди настолько плохо о себе думают, что это делает их злыми и побуждает к жестокости. Когда я осознаю, что сотворен по образу Бога, я ценю образ Божий в вас. Невозможно больше любить других за счет того, что ненавидишь себя. Может, сегодня вы наносите себе стыд, раны и сожаления. Библия говорит, что любовь не ведет счет плохих поступков. Кто бы вас не ранил, вы можете отпустить свою боль сегодня, возможно, вы разочаровали кого-то. Не стоит нести с собой в Новый Год чувство стыда. Может, вы принесли в этот год боль, которую вам причинили в прошлом году. Отпустите ее. Не тащите эту боль за собой. Вы не можете быть тем, кем Бог создал вас. Если будете ненавидеть себя и жить в стыде, если будете презирать брата или сестру и носить в себе боль предательства, позвольте любви вас вести. Позвольте этому. Оглянитесь, у вас тут, как на небе, люди с юга, с востока, запада, с севера. Здесь есть представители всех континентов. Чтобы позволить любви вести меня в этом году, я должен научиться быть тем, кем Бог сотворил меня, для того, чтобы что-то от вас получить. Иисус сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Я должен видеть в себе возлюбленное Божье дитя. Начните видеть себя любимыми. Это на самом деле так. Бог любит вас прямо сейчас. Не вашу улучшенную версию, не вас в конце года, когда вы сбросите вес, не тогда, когда на вас тонна макияжа. Он любит вас, когда вы не причесаны, когда на лице выскочили прыщи. Он любит ваш кривой зуб. Он любит ваш перебитый нос. Он любит вас уже сейчас настолько, что любить больше просто невозможно. Его любовь безгранична и безусловна. Он любит вас и в лучшие и в худшие дни. И даже когда вы ненавидите кого-то, он все равно любит вас. Впустив его любовь, вы прогоните ненависть из вашего сердца. Только любовью можно победить ненависть. Только светом можно прогнать тьму. Кто позволит любви вести вас? Во-первых, нужно принимать себя с Божьей любовью. Скажите принять. И затем нужно ее высвободить. Высвобождать своей жизнью Божью любовь. 1 Коринфянам глава 13 стих 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. В нашем мире так мало почтения. Люди посмеиваются над другими. Это не любовь. Если вокруг вас окажутся люди, которые вечно высмеивают кого-то, отстранитесь от них. Вы можете любить их на расстоянии, но не стоит участвовать в этом с ними и проявлять непочтение и неуважение. Любовь не ищет своего, то есть она не манипулирует, она не навязывается, не требует, не раздражается, не вспоминает зло. Начав восвобождать Божью любовь, я начинаю влиять на людей вокруг себя. Я верю, что каждый в этом зале может быть великим, потому что все могут. Те люди, которые любят. Любовь — это качественное время. Две недели назад я мог провести время с очень известным пастором, приехавшим в Талсу. Он прислал мне сообщение, что будет в городе, и хотел бы увидеться. Но он очень известный, у него много связей. Он сказал, что хотел бы поговорить. Я подумал, класс, мы можем вместе позавтракать. Потом я вдруг вспомнил, что уже пообещал провести время с средним сыном. Бог сказал, проведи время с сыном, и ты не пожалеешь об этом. У меня как раз был выходной. Я отправил сообщение этому известному пастору. Прости, я забыл, что уже пообещал это время своему сыну. Он ответил, ты прекрасный отец. Я уважаю твое решение. Бог проговорил через это в мою жизнь. Поэтому я не провел время с ним, но провел время с сыном. Мой сын был так счастлив. Мы пошли с ним в парк, прыгали на батутах. Мы провели там вместе два часа. Моему сыну не важно, насколько хорошо я проповедую. Ему важно, сколько любви. Я проявляю к нему дома. Многие люди, являясь суперзвездами, имеют гнилое сердце по отношению к людям. В этом году Бог сказал мне, что я меньше фокусировался на том, чтобы быть крутым проповедником, но больше фокусировался на том, чтобы быть хорошим мужем и отцом, быть мужем Божьим, которым просто любит людей. Поэтому мне нравится просто общаться с людьми в фойе церкви, обмениваться объятиями, потому что не наш огромный бога-жена не изменит мир, но наша любовь к окружающим. После того, как мы провели время вместе, мой сын сказал мне, папа, ты лучший, ты лучший. Спасибо, что провел время со мной. Мне так нравится, когда мы только вдвоем, без Лиама, только мы. Каждому ребенку нужно время один на один. Среднему ребенку так важно это время, и младшему, старшему. Они должны знать, что их любят. Думаю, в мире было бы меньше ненависти, жестокости ситуаций, если бы любовь стала наивысшей целью не заработать кучу денег, но позволить любви вести нас. И я знаю, что это так просто и практично. Я каждый год проповедую о любви, но Бог говорит, продолжай это делать, потому что церковь нуждается в этом. Мир узнает, что мы христиане по любви между нами. По нашей любви люди узнают, что мы последователи Христа. Сегодня на вечернем служении я буду стоять рядом с моим братом мусульманином, с людьми любой расы и веры и сексуальной принадлежности. Я хочу любить их любовью Христа. Мы будем вместе петь, и я буду проповедовать послание Иисуса о любви и истине. То, что я не согласен с вашей верой, образом и выбором жизни, не означает, что я могу вас не любить. Что если вашей высшей целью в этом году будет любовь? В этом вам поможет программа, которую мы запускаем в малых группах. Посещая малые группы, вы открываете свое сердце для других людей, учитесь доверять. На прошлой неделе я встретил парня. Он сказал, во мне столько гнева. В детстве я пережил развод родителей. В церкви, где я рос, пастор упал, в моральный грех. После этого я не доверяю пасторам, церквям и лидерам. С меня хватит притворства и лицемерия. Он просто рассказал мне свою историю. Я поблагодарил его за честность и затем спросил, «Тебе не кажется, что вся эта боль прошлого держит тебя и не пускает вперед?» Он сказал, «Я это сознаю. Я должен сделать выбор снова доверять». Он сказал, «Я чувствую, что Бог дал мне блестящий ум. У меня есть потрясающие технологические идеи. Он поделился ими со мной. Он реально гений. Думаю, он следующий Марк Цукерберг. Он живет в восточном побережье. Он сказал мне, что не хочет, чтобы мотивом его изобретений было. За это меня полюбят, меня примут». Он сказал, «В сфере технологий многие люди движены неправильными мотивами. Я хочу знать, что я любим. я хочу снова доверять людям». Я начал говорить с ним о поместной церкви. Я сказал, «То, что у тебя был негативный опыт с одной церковью, не означает, что все церкви одинаковые. Не нужно на всех ставить крест». Есть много хороших поместных церквей и хороших пасторов. Да любая церковь полна несовершенных людей. Но если ты придешь и решишь снова доверять, если откроешь свое сердце и примешь любовь, чтобы высвобождать любовь, то ты сможешь изменить мир в этом году. Ты сможешь повлиять на общество. Мы нужны друг другу. Я вдохновляю вас в этом году найти место в церкви, где вы можете получать и высвобождать любовь. Служа Ашером, приветствуя людей, служа в детской будучи наставником или учеником. Это изменит вашу жизнь в этом году. Уже на следующей неделе вы сможете применить это слово и записаться в класс ученичества. Мне нужно наставничество. Я снова открою свое сердце. Я запишусь в класс ученичества. Я познакомлюсь со многими людьми и постараюсь послужить многим. Я уже долго сижу и просто получаю. Пора мне начать отдавать, начать высвобождать любовь. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило, что Бог любит вас. В этом году вы должны позволить любви вести вас по жизни. Каждый год мы должны позволять любви вести нас, отдавать ей все борозды правления. Позвольте любви вас вести в этом году. Знаете, что произойдет? в семье. Люди будут наслаждаться общением с вами. Вы будете наслаждаться общением с ними, потому что любовь будет вас вести. Вас будут вести не ваши чувства, не раздражение, не горечь, не тревога и стресс, но вы посадите за руль вашей жизни любовь. У любви есть имя, и это имя Иисус. Библия говорит, что Бог есть любовь. Это его природа. Предлагаю вам помолиться вместе со мной. Покориться любви, покориться Иисусу. Скажите, Иисус, спасибо, что ты любишь меня. Помоги мне принимать твою любовь каждый день, чтобы я мог высвобождать ее окружающим. Пусть твоя любовь ведет меня по жизни, в моем поведении, в произносимых мной словах. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, знайте, что Бог вас очень любит, и мы как церковь любим вас и хотим вам послужить. Следующий шаг — найти общину. Смотрите наши прямые трансляции каждую неделю. Мы также будем очень рады личной встрече и постараемся, чтобы вы чувствовали себя как дома. Благодарим наших партнеров. И помните, ваши лучшие дни перед вами. Да благословит вас Бог. Редактор субтитров субтитров